Пистолет Зов – самое популярное оружие из того, что добавилось в игру с финальной формой. Он ставится в первый слот, он стреляет зелеными патронами, то есть ракетами, и его можно крафтить. А вы, кстати, знали, что изначально этот пистолет должен был быть обычным и стрелять белыми патронами? Один из игроков на реддите обратил внимание, что в некоторых промо-роликах, которые Банжи выпускали еще до переноса даты релиза финальной формы, пистолет стрелял обычными белыми патронами. Кажется, популярность другого пистолета на ракетной раме, должная доброта, вдохновил Банжи на изменение свойств этого пистолета. И благодаря этому решению у нас теперь есть новое любимое оружие. Что ж, круто! В этом небольшом видео я хочу рассказать, как получить пистолет для тех, кто только начал играть, какие перки на нем есть, какие из них стоит ковать в анклаве, и есть ли хоть один шанс на то, что мы перестанем им пользоваться. Нет, спойлер, не перестанем. Чтобы получить зов, вам нужно купить дополнение финальная форма. Но я знаю, что многие задаются вопросом, да как его купить-то? Отвечаю. Заходим на сайт Купикод, вбиваем логин своего стим-аккаунта, выбираем нужную сумму и не забываем специальный промо-код на скидку. Сейчас, когда начинаются летние распродажи в стиме, выгодно пополнить свой список игр было бы очень приятно. Для этого и забирай в описании к видео специальный промо-код, с которым пополнение баланса стим будет с самой низкой комиссией на первое пополнение. 10%. Помните, что скидки на сайте синхронизированы со стим, что очень удобно, когда там проводятся крупные распродажи. Если лень регистрироваться, можно через ВК или Телеграм заходить, но для зарегистрированных пользователей на сайте кэшбэк еще действует на каждое пополнение. В каталоге можно даже найти те игры, которые недоступны в региональном магазине РФ. В общем, если вы все еще не купили финальную форму или хотите купить на скидках другие игры, ссылку на сайт оставлю в описании. Думаю, многим сейчас это точно будет полезно. В общем-то, пистолет начнет вам выпадать еще на протяжении прохождения сюжетной кампании. Я сам лично с этим пистолетом сюжетку и проходил. Я бы советовал на уровне сложности легенда сюжет изучать, чтобы увеличить количество наград и, соответственно, шанса на получение этого пистолета. Так или иначе, вам стоит надеяться на то, что вам будет падать больше вариантов этого пистолета в красной рамке, чтобы по достижении 5 образов вы могли отправиться в анклав и исковать его там с теми перками, какими пожелаете. Благо, выбрать тут есть из чего. Я бы даже сказал, что несмотря на то, какие рекомендации по перкам буду давать я или кто-то другой, почти любой вариант пистолета, который вы скрафтите, будет хорошим. Но все же некоторые перки я бы хотел выделить особенно. В третьей колонке нельзя не отметить диверсант и золотой свинец. Мне сложно выбрать из этих двух перков, поскольку оба дают вам важные пассивные бонусы к гранатам и запасу патронов соответственно. Несмотря на то, что Зов использует особые боеприпасы, сценарий его использования будет все же ближе к основному оружию. Так что вам важно иметь возможность всегда быть с запасом патронов. И для большинства игроков, именно для такой повседневной беги-стреляй игры, я бы советовал золотой свинец. А если вы хотите более тесной связки со способностями вашего стража, на всякие билды, диверсант – ваш выбор. Многие отмечают в этом столбце еще перк разрезания, с которым использование вашей классовой способности позволит пистолету накладывать на врагов дебаф отсечения. Но эффективность этого перка зависит от того, какой билд вы используете. Если для вас важна связка на ните, то вы, безусловно, будете заинтересованы в этом перке. Но чисто на мой вкус, этот перк все же проигрывает в ценности диверсанту и золотому свинцу. Даже, наверное, не в ценности, а в доступности. Говоря о четвертом столбце перков, тут еще сложнее ситуация. Приходится выбирать между одним за всех, жаждой адреналина, стрижающим оружием, идеальным треугольником, магазином для множественных убийств и детенышем. Ну вот вообще ни разу не простой выбор. Давайте попробуем исходить из того, что в предыдущей колонке мы выбрали в качестве основного интереса, либо золотой свинец на простую игру не через билды, который просто обеспечит вас патронами, либо диверсант, который также, конечно, базовый перк, но он дает больше потенциал на использование способностей. Так что в четвертой колонке начнем, например, с жажды адреналина, который даст плюс 33% бафа к урону. Надо ли говорить, насколько этот перк идеально сочетается с диверсантом в предыдущей колонке. Если вы хотите качественно улучшить свой стиль игры с гранатами, повысить урон от оружия, берите эту парочку и будьте довольны. Если же подбирать пару для золотого свинца, то тут два претендента. Стрельжающее оружие и один за всех. На самом деле претендентов больше, но сначала об этих. У стрельжайки будет постоянный баф урона на 15% по противникам с желтой и оранжевой полосой здоровья, что круто, потому что большинство простых красных мобов и так будет отлетать от одного выстрела, а вот враги покрепче более устойчивы к пистолету, так что доп урон тут очень кстати. А вот один за всех даст вам уже плюс 35% к урону по любым целям в течении 10 секунд. И особенно он хорош, потому что будет завязан на сплэш уроне, который наносят ракеты из этого пистолета. Так что активировать перк довольно легко, когда вы просто стреляете в толпу врагов. На урон есть еще магазин для множественных убийств, который даст плюс 50%, но там время бафа меньше, так что его я не могу советовать. И конечно я не забыл про идеальный треугольник, это офигенный перк на урон и многие советуют именно его для использования на разных билдах. Но на момент записи видео он не работает с подклассом призмы, то есть в синергии с подклассом нити он работает, но кому он нужен после выхода призматика, верно? Так что надеюсь баг будет исправлен как можно скорее, потому что в билдах варлоков этот перк даст заметный бонус к урону в 50%, который может длиться до 10 секунд, что правда много для такого типа оружия. Так что если вы смотрите этот видос спустя месяц после публикации, возможно перк уже починили и тогда он один из лучших вариантов в 4 колонке, проверяйте. И еще один важный совет, поскольку зов это оружие из бледного сердца, он имеет вшитый перк, выбор торговца, который восстанавливает небольшое количество супер энергии. Так вот я бы очень рекомендовал воспользоваться модом победный аргумент в сезонном артефакте. Благодаря ему при использовании оружия с перком выбор торговца, прицельное убийство или быстрое уничтожение врагов заставит цели взрываться солнечным уроном. Это круто и само по себе, да еще и может офигенно встроиться в билды солнечных подклассов. Итак, как я говорил, на этапе разбора перков выбрать что-то одно довольно сложно, так что для себя я пожалуй искую два пистолета, один на диверсанте и жажде адреналина, а второй на золотом свинце и один за всех. Побегаю, посмотрю какой ощущается лучше и его ставлю основным. А вы что выберете? Пишите в комментариях. Удивительно, что большинство игроков сейчас используют его как основное оружие и экономика патронов это позволяет. У вас практически всегда есть чем стрелять. Если вы просто наденете моды на сбор особых боеприпасов, то сможете использовать пистолет вместе со снайпой например, как многие сейчас делают, особенно охотники с вечной охотой. В общем, можно с уверенностью сказать, что зов это самое популярное оружие дополнения финальная форма, так что если вы по какой-то причине все еще его не опробовали, во-первых, как вы в игру играли, а во-вторых, я настоятельно рекомендую это сделать. Приятной игры и спасибо за просмотр. Поставь там лайк, смотри, я ради этого даже к обзорам пушек вернулся, стараюсь, ну до связи. Самый лучший лодчик зор. Отличник. Отличник.